Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире самая фееричная программа «Модный приговор» и я ее ведущий, известный кутюрье, законодатель мод Новицкий Макар. В нашем проекте мы помогаем людям осознать весь смысл моды, облагораживаем их, тем самым делая их счастливее и увереннее в себе. Сегодня Никита – герой нашей программы, ученик восьмого класса. Внимание на экран! Никита обычно носит неряшливого вида одежду – аляписты, разноцветные толстовки и свитшоты, причем они на два или три размера больше – джинсы или джогеры непонятного кроя и расцветки, которые зачастую мешают ему ходить. Никита, как он считает своим видом, выражает свою индивидуальность, но порой это становится предметом всеобщих насмешек. Ведь так он ходит в школу. Это часто приводит к проблемам с директором и учителями. При знакомстве с девушками также у него возникают проблемы, ведь не все понимают его причудливый стиль. Сегодня Никита сам пришел к нам в студию, чтобы измениться раз и навсегда. Встречайте! Никита, как же так получилось, что вы резко потеряли видение моды и надели на себя все это? Да, но мне же так удобно. Да неудобная одежда также может быть красивой и удобной. Итак, мы передаем слово нашему гуру моды – Владимиру Кондратову. Ну что за бесвкусица, что за ужас? Тебя кто одевал? Моргенштерн? Толстовку не стирали года два, вытянулась во время стирки. А штаны про них вообще молчу, им бы дворы подметать. Ну и свинтус, я с тебя кринж словил. Ой, ну ладно, и не таких мы еще переделывали. Ну а пока готовятся и подготавливаются наряды для Никиты, Никита добровольно пошел на консультацию с нашим вторым специалистом. Ирина Борисовна, что заставляет детей так одеваться в школе? Ну, конечно, они хотят выделиться, потому что вот он идет вот такой. Я всегда говорю, на колхозника похожий. И на него все равно обращают внимание, хочешь не хочешь, да? Потому что все идут красивые, в рубашечках. Ну вот он идет в своем, да? И учителя обращают внимание, директоры обращают внимание. Как все-таки их внутренне переубедить в том, что классический вид гораздо эстетичнее? Я так думаю, что в принципе вот это надо как-то поднять. А поднять можно вот как раз вашей съемкой. Ну снимите что-нибудь такое, где он красавец, когда ему самому приятно, что он такой красивый стоит. И, конечно, он будет вот рад себя показать. Так, ну и последний вопрос. Какой же вы совет дадите нашему герою Никите? А тебе нравится программа «Модный приговор»? Ты ее смотрел? Замечательно. Ну так значит ты в теме и в тренде, как говорят сейчас. Поэтому давайте мы его преобразуем. Парикмахер, имиджмейкер, ну Ирина Борисовна подключится. И вдруг стоит красавец. Так, ну а это была наша гуру психологии Ирина Борисовна Сорокина. Спасибо вам. Итак, мы находимся в Святая Святых. Это костюмерка нашей студии. Для Никиты я приготовил ультрамодный наряд. Он включает в себя снежно-белую рубашку с классическим воротником. Также я приготовил для него черные классические брюки со стрелочками. И дополнит весь этот образ огненно-красный галстук бабочка. Вот так вот должен выглядеть настоящий лицеист. Итак, дорогие телезрители, наше преображение почти готово. И скоро вы увидите Никиту в его новом облике. Ну а пока я хочу вам напомнить, что спонсором нашей передачи является буфет лицея номер один. Здесь вы найдете любое угощение по выгодной цене и на любой вкус. Приходите и заказывайте. Вы готовы? Итак, встречайте. Преображенный, красивый и непревзойденный Никита. Встречайте. Вот и случилось еще одно преображение. Ну как, вы довольны? Да, я чувствую себя совсем по-другому. Мы пригласили твоих одноклассников, чтобы они смогли оценить твой новый образ. Итак, встречайте, Никита. Изумительно. На этом мы завершаем нашу передачу. До скорого и до новых преображений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова